Ну что, ребят, давайте создадим воду, которая течет из крана. Для начала нам нужно создать саму систему партиклов. Переходим в Particle Systems и создаем Super Spray. Это и будет объект, который создает саму воду. Передвигая ползунок кадров, мы можем увидеть, как создаются некие частицы. Перейдем во вкладку Modify. Итак, первое, что нам нужно сделать, это включить отображение как Mesh и изменить размер видимых элементов. Ну, изменим его где-то до 10. Также мы можем заметить, что размер частиц, которые вылетают из этого объекта, изменяется. То есть изначально они маленькие, в середине становятся побольше и в конце они тоже сужаются. За это отвечают параметры GrowFloor и FadeFor. Нам оба этих параметра нужно поставить в ноль. Так как наша вода, сколько ее вылетело, по объему она изменяться не будет. Еще один очень важный параметр, который мы можем менять, это параметр Speed, то бишь скорость. Собственно говоря, меняется он здесь. Измеряется почему-то в миллиметрах. Далее нам нужно поменять количество кадров, которые считаются для анимации. Поставим все 100 кадров, которые у нас есть в нашем распоряжении. Можем нажать на Play и посмотреть, что происходит. Так генерируется наше Particle View. Следующие параметры, которые мы будем менять, это количество разлета наших частиц. Что это значит? Как они будут разлетаться по горизонтали и по вертикали. Во вкладке Particle Type нам нужно поменять тип на Metal Particles. Создаются вот такие вот точечки. Нам сейчас нужно добавить количество этих объектов. Для этого нам нужно увеличить параметр Use Rate. И вот мы уже видим, как создается нечто подобное на воду. У него сейчас очень большой разлет. Нужно его сделать, наверное, поменьше. Вот примерно так это будет выглядеть на анимации. Теперь нам нужно создать объекты-дефлекторы, об которые будет ударяться эта вода и, соответственно, изменять свою форму. Давайте создадим какую-то чашу. Возьмем обыкновенную сферу. Переведем ее... Зададим ей какой-то корректный размер. Ну, например, 200. Нет, радиус пускай 100 будет. Переведем в Editable Poly и удалим верхние вертексы. Дадим ей толщину. И переведем в Editable Poly. Разместим этот объект где-то удобно. Также давайте как-то откорректируем положение самой Particle View. Кран обычно находится сверху. Ну, вот как-то так. Теперь нам нужно сказать системе, что объект чаши является дефлектором. Перейдем во вкладку Space Wraps и включим Deflectors. В данном случае нам нужен U-дефлектор. Мы его создаем. И нам нужно пикнуть на объект нашей чаши, чтобы применить один к другому. Теперь 3D Max знает, что этот объект является дефлектором. Но теперь вдобавок нам нужно связать две системы партиклов, то есть источник воды и дефлектор. Для этого выделим систему воды. Нажмем вот эту вот кнопку Bin to Space Wraps и протянем от одного до другого. Теперь наш объект отражает воду. Но она улетает вот под углом падения, вот куда-то вот в непонятном направлении. Вот. В принципе, ну, мы можем настраивать уже так, как нам нравится, ограничиваясь только собственной фантазией. Ну, давайте сделаем как-то вот так. В самом дефлекторе нам нужно понизить параметр Bounce. Этот параметр отвечает за вот скачок этой самой воды, куда она полетит. Но этого не хватает. Нам нужно еще изменить параметр гравитации. Давайте увидим... Вернее, не изменить, а добавить параметр гравитации. Давайте оставим пока так и создадим еще один не дефлектор, а силу. Он находится в свитке Forces. Вот гравитация. Размер гравитации и положения не имеет никакого значения, собственно говоря, как и Particle Systems. Выберем гравитацию и точно так же объединим их. Теперь 3D Max знает, что у нас появилась еще и гравитация. Можем как-то искажать эти объекты. Но нужно помнить, что во время создания, что чем больше сложности мы добавляем нашему 3D Max, тем медленнее он просчитывает все. Ну и теперь мы понизим параметр Bounce. Давайте как-нибудь поставим в другое положение, чтобы вода в обратную сторону текла. Думаю, так будет реалистичнее. Можно параметры Bounce дать все-таки небольшое какое-то значение, чтобы происходило что-то вот такое. И давайте откорректируем саму воду. Я хочу, чтобы был более однородный такой напор. Может быть меньше, где-то 200. Но мы можем заметить, что продолжительность жизни вот этой воды, вот она дотекла куда-то и все. Достаточно резко заканчивается. А заканчивается она, собственно говоря, на 30 кадрах. Вот мы можем задать этот параметр вот здесь. То есть поставить, например, 100 кадров. И, соответственно, она будет создаваться больше. То есть будет накапливаться. Но нужно помнить, что чем больше мы ее создадим, тем тяжелее будет просчет. В принципе, разница небольшая. Поэтому давайте оставим 30. Для статичного кадра вот этого будет более чем достаточно. Вот. Но, конечно же, для начала этого не хватит. И для реалистичной картинки этого не хватит. Потому что у нас совершенно нету брызг. Который обычно вот... Вода падает на какой-то объект. И нам нужно получить брызги. Так вот. Для этого мы скопируем этот объект Particle Systems. Поставим его вот здесь вот в самый низ. Ну и, конечно же, развернем вверх. Давайте выделим его одного, чтобы работать только с ним. Вот. Пока мы давайте отключим гравитацию и дефлектор. И изменим количество этих единиц. Ну, поставим 50. Следующее, что нам нужно сделать, это, конечно же, сделать размер капель намного меньше. Поставим, ну, 1-2 миллиметра. 1 мало, давайте 2. Да, вот так. И нам нужно сделать, чтобы разлет был достаточно велик. То есть, чтобы капли брызгались в разные стороны. Вот они так симпатично разлетаются. Можно спид поставить чуть-чуть больше. Давайте сделаем 20. Может, 25. Нет, 25 это много. Даже 15 много. Да, вот 10 хорошо. Но их очень мало. Давайте сделаем чуть побольше. Заодно и чуть-чуть увеличим размер. И смотрите, что нам нужно теперь сделать. У нас брызги должны начинать распространяться только с того момента, когда попадает основная струя на дефлектор. То есть, на чашу. Ну, соответственно, нам нужно поставить эмит старт на, ну, в данном случае, 8 кадр. Только с 8 кадра начнет разбрызгиваться эта вода. Давайте посмотрим, что происходит. Конечно же, она занимает очень много времени. Разбрызгивается она очень жестко. Наверное, я сделаю чуть-чуть меньше. И количество, и мощность. Думаю, что это будет. Что вот так можно оставить. В принципе, со всеми этими параметрами нужно играться и как-то их корректировать. Что, собственно говоря, я и оставляю на ваше усмотрение. Спасибо за внимание. Все, пока.